Уже три года действует, третий год собрания, активно работают все депутаты, видны посещаемости и общая работа. Карантин огибили вроде бы сегодняшний день жесткий, а у вас депутат Лаврик два с половиной года на карантине получает. Как? Ну, как бы, я не знаю, что у депутата, я знаю, что у Андрея Лаврикова работает очень достаточно активно, помощник на округе, но посещение депутатом заседания, наверное, все-таки это больше его совесть, скажем так, чем законодательный, я не знаю, вопрос, есть ли смысл поднимать. Жалоб Сокрова и Андрея Лаврикова в совет депутатов, по крайней мере, переступает. По поводу посещения, не посещения, но, наверное, все-таки здесь вопрос больше к депутатам. Почему? Все равно, получается, не отлажать, интерес к сбоку. Можно взять, так сказать, наших коллег, государственные депутаты, который сочиняется в программе. Мы там очень постоянно остроимся. Давайте тогда начнем, все-таки уточним позицию, с чем связано причина непосещения. И в случае, если она будет недостаточно веской, то тогда можно, в принципе, какие-то попробовать применить самости. Собственно, наверное, могут предъявить только избирателей, и, наверное, он перед ним должен отчитываться, почему он посещает или не посещает. Я думаю, что перед советом депутатов он не должен, как говорится, объяснять причину. По сторонам, в том случае. Наверное, только избиратели, которые... Пусть его по фракции надо. По партийной линии, по партийной линии. Вы штаб все по фракции, уже директорные, а дальше. Если с ним никогда не нужно в отношении. Ну, а так, его сейчас, ясно, если он подает документы, какие-то работы осуществляет, то есть даже один его запрос в течение года, это уже, я считаю, его работой, его нельзя брать с депутатства. Но сейчас речь не стоит, потому что у вас нет, но вообще, у вас нет, что у него нет, что у него нет, что у него нет. Может, все объективно в крещении есть для этого. Ну, совет не вправе не принять какие-то меры, не наказать. Мы писали, что нет никаких полномочек. Ну, давайте тогда мы все не придем, и что в результате? Мы ни одного нормативного документа не примем. Будем работать. Да, да. Нет, но это другой вопрос. Ну, мы же сюда собираемся не чай попить, а принимать на конкретные документы, регламентирующиеся деятельности. Все мы знаем. Это все понятно. Повлиять на каком образе может. Надо сказать, что никаким образом. Не наказать, не стройный выбор, не исключительный состав. У нас понятно, что это не очень хорошая картина, ясно, но какие меры воздействия есть. Только избирательные, больше никто. Партийные линии, может, тоже не партийные. А разве у вас нет? Этики. Этики, депутатская, конечно же, есть. Этики, депутатская, этики, мы, насколько я понимаю, они подразумевают. Давайте поручим этот вопрос регламентной группы. Да, проработает регламентная группа и партийные линии тоже с уточним информацию, соответственно, причины, может быть, тоже разные. Так, есть еще вопросы? У нас рядом учений был. Спасибо, Александр Александрович, что ты говоришь. Коллеги, я прошу прощения, можно прям пару слов тоже пользуясь в этом случае? Хотел, в первую очередь, перед вами отчитаться, когда степень промежуточной была редко ремонта обелиска. Сегодня мы проводили такое усеченное состояние выезд на обелиск, с тем, чтобы отчитаться, в первую очередь, перед предприятиями, теми, кто вкладывал средства. Все монолитные и бетонные работы на данный момент произведены. Из трех машин гранита, которые необходимы для укладки, одна уже находится на месте, вторая у нас перегружена, идет сюда. И буквально через 3-4 дня мы ждем третью машину с полным стопоцентным объемом. Пока идем в рамках графика. Очень серьезную поддержку нам, конечно, оказывает Дзишинский залог своими восстановительными работами. Ну и хочется еще раз поблагодарить компанию «Росатом», «Росагра», «Росгидро», депутатов Саратовского областного дома, Валентин Владимирович Киркасьев, Валентин Владимирович Киркасьев, которые своими материальными ресурсами дали возможность заняться вот такой масштабной работой по восстановлению верхней части обелиска. Ну и с учетом сегодняшней ситуации, мы знаем, что введены достаточно серьезные требования по безопасности. Я прошу всех максимально эту неделю, в первую очередь, обезопасить своих родителей, бабушек, дедушек, с тем, чтобы они были максимально изолированы, обеспечить всем необходимым питанием, медикаментами, с тем, чтобы они как можно меньше контактировали с кем-либо, с кем-либо и максимально были сохранены дома. Большая просьба придерживаться тех простых, но достаточно серьезных требований, которые от нас просят придерживаться с президентом Российской Федерации и губернатором Саратовской области. У нас действует штат, все необходимые в рамках ситуационных принятий решений будут доводиться до каждого. Прошу к этому относиться как обязательные условия и выполнять свое время. Спасибо.